Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, что же нам не хватает в Турции. Мы уже прожили здесь полгода ровно. Ура-ура-ура! Полгода неделя. Так что можете поздравлять нас с круглой датой. С полукруглой, тогда уже. С полукруглой. С овальной. Собственно, список составляли общими силами, старались. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь. Начнем, наверное, с продуктов питания. Самого вкусного. Самого больного. Да, самого вкусного больного это отсутствие копченой колбаски. И вообще, в принципе, вкусной колбаски. Вот я хоть особо так не люблю колбасу, но уже соскучилась. Ее, конечно же, можно найти в русском магазине, но это надо куда-то ехать, покупать. И еще, конечно же, там она будет по нормальной такой цене. Вот еще многие скучают по сгущенке и гречке, но у меня еще этот период не настал. У Дениса тоже, да? А мы тут нашли и гречку, и сгущенку. Да, кстати, мы недавно купили сгущенку в Биме, в таком обычном сетевом магазине. 150 грамм стоило 8 лир. Но это больше похоже не на сгущенку, а на такой молочный соус или что-то такое сливочное. Но сгущенка это не похоже на нашу. Ну, все равно, мы по ней еще не скучаем. Гречка тут тоже есть по 20 лир за килограмм, так что, пожалуйста. Почему мы еще соскучились? Я бы сказала бы по морепродуктам. Это звучит очень странно, но такие, знаете, вкусные у нас в баночках в России продавались. Ну, я думаю, продаются. Всякие там миди, креветки. Здесь они есть в метро, в Мигрсе, по-моему, тоже есть. И где-то стоит вот эта баночка, там около 40 лир, то есть бешеных денег. Неизвестно почему, потому что живем на море. Я, если честно, предполагала то, что мы тут будем объедаться просто морепродуктами и рыбами. Ну, а по факту, по цене она тут не дешевле. Наверное, где-то так же, наверное, плюс-минус так же рыба. Вот морепродукты еще и дороже стоят. Что касается вот этих моих любимых банок. Еще, кстати, крабовые палочки. Их тут тоже особо нет. Видели в метро. Я не помню, сколько они стоят. Сейчас вам совру, где-то около 20, что ли, лир. Или 10, 20, что-то такое вот упаковка. Не 10? Дороже? Ну, в общем, такая нормальная цена. Ну, конечно, может, они там из скрабов, кто их знает из настоящих. Но вот этого тут тоже нет. Также, да, вот Денис подсказывает, и сухая рыба, и всякая селедочка. Вяленая там, и это снеков рыбных нет. Да, вяленая селедочка, да, всяких кальмаров сушеных нет. Вот этого всего нету. Тоже, так сказать, можно было бы. Не знаю, почему здесь этого нет, потому что, ну, это же вкусно. Еще я, кстати, соскучилась. Здесь нет таких пирожков, как у нас с начинками. Цикады? Ну, какая цикада? Мне кажется, цикада, похоже. Также немного не хватает обычных наших пирожков, когда заходишь в кулинарию. Там с чем угодно. С рыбой, с яичками, там, с яблочкой, с корицей. Ну, вот Денис с котятами предпочитает, вот подсказываю. Но я, конечно, не очень такие мясные люблю. Вот. Там с творогом, с рыбкой. Я уже говорила, да, я, кажется, повторяюсь. Вот. А тут мы просто купили пирожок, и неожиданно он был без начинки. Хотя казалось бы. Да. То есть тут такое сильно не распространено. Как-то не знаю. Я, если честно, ожидала, что турецкая кухня будет похожа на нашу кавказскую. Там грузинскую, азербайджанскую кухню. Но нет. Тут она, скажем так, нашему вкусу менее привычна. Назовем это так. Так же, как ни странно, здесь не хватает конфет. Самых обычных конфет. Есть всякие батончики, безусловно. Шоколадки есть. Но таких конфет, как у нас, нет огромного выбора. Были конфеты, они появлялись. Мы их видели. Были они на Рамадан. И, собственно, сейчас благополучно исчезли. Кажется, надо было запасаться. Я не знаю, куда они исчезли. До следующего года. Да, через целый год нам ждать, ну, или просить друзей привезти. Я думаю, мы так, наверное, и сделаем. Здесь все сладости больше предпочитают. Что-то наподобие пахлавы, что-то сладкое, что-то в сиропе. Печеньки, опять же, огромное количество. Вот. Ну, конфеток не хватает, не хватает. Косячок. Павлин? А, дети. Я думаю, от павлина. Дети. И самое интересное, как вы знаете, то, что в Турции очень много оливок, маслин. Огромное количество разных. Продается прямо на рынке. Достаточно дешево они стоят. Но мне не хватает маслин в нашем российском понимании. Российских маслин, скажем так. Тут обычно маслины, именно черные оливки, продаются в баночке. Точнее, не в баночках, а вяленые. То есть, и даже в банке продаются тоже вяленые, такие засушенные. А у нас же они какие-то такие сочные, всякие, такие набухшие, да, маслинистые. Вот. Наверное, у нас испанские, да, или итальянские оливки. Вот. Ну, в общем, российских оливок мне не хватает. Их тут вообще нету. Возможно, надо в метро глянуть. Я думаю, там не было. Не было. Может, не смотрели? Ну, таковых их тут, то есть, заходишь в магазин, нету. Что касается доставки еды, очень соскучились по роллам. Они как бы тут есть, но качество и цена далеко не к такой, как мы привыкли. Ну, в общем, очень тяжело найти нормальные, но они тут как бы есть, но как бы нету. В общем, так. Также не особо хватает майонеза, как бы он тут есть, но по вкусу что-то так немножко не дотягивает до нашего. Либо тот, который дотягивает до нашего, что-то типа наподобие Хайнц продается, но он продается такие за бешеные деньги. И также тут нет сметаны. Есть йогурт, мы вот сметану заменяем йогуртом. Конечно, не те ощущения, но есть можно. А теперь перейдем плавно к вещам. Как вы поняли, сегодня речь не будет идти там о друзьях, там о чем-то, не знаю, березках или еще о чем-то. Сегодня поговорим именно о таком материальном. Что касается вещей. Если вы вдруг поедете сюда на долгий срок, обязательно берите с собой клавиатуру русскоязычную. Потому что здесь ее нет, наклеек мы тоже найти не смогли. Возможно, можно заказать через Алиэкспресс, но это не точно. Так что лучше берите с собой. Также здесь не хватает очень, как бы странно это ни звучало, книжек на русском языке. Что касается меня, я в принципе перебиваюсь электронными книгами, либо вообще не читаю. Идеальный вариант. Лайфхак от Насти. А что касается ребенка, то есть, ну, конечно же, она не будет читать книжки на ноутбуке, либо на электронной книжке. Нужны именно такие большие, красивые книжки. Их тут нет. Мы, наверное, тоже будем заказывать с друзьями. Так что, если вы едете с ребенком на долгий срок, запасайтесь. Мы вот в свое время запаслись, но уже, если честно, я их уже перечитала миллион раз, и уже хочется что-то новое. Также общим собранием на семейном совете выяснилось, что не хватает кваса для окрошки. Особенно Денису. Потому что я ее все равно не ем, а вот Денис страдает. Сплакни. Ну, вы все слышали сами. Вот. Также не хватает коричневого нашего обычного хлеба. Сплакни. Подтверждение. Также не хватает тортиков в своей сути, как у нас они представлены в России. Это уже я всплакну. И еще я вспомнила, что здесь нету сухариков. Это вообще косяк. Ладно, еще рыба сушеная, но сухарики почему? Это же они такие вкусные, такие всякие разновкусные. Еще, наверное, сухариков будем просить везти, да? Целый чемодан сухариков. Да, у меня тут есть чипсы из кукурузы. Да, есть зато чипсы из кукурузы, из арахерса. Ну, такой специфический вкус, скажем так. И еще, кстати, не хватает копченого сыра. И колбасок копченых тоже. Ну, про колбаски я уже говорила. Денису их, видимо, сильно не хватает. Не, я говорила про копченые. Ну, очень не хватает, да. Вот. Непонятно, если честно, почему всего этого здесь нет, почему предприниматели ничего не предприняли в этой области. Да, и еще я бы сказал, что... Мне кажется, тут бы так же это хорошо бы продавалось бы. Еще не хватает отопления российского. Мы зимой, не знаю, кто нас давно смотрит, наверное, знают, что как привыкли в России топить. Мы также на максимум, у нас отопление газовое в квартире проведено здесь, что на самом деле редкость. Мы все включили на максимум, устроили Ташкент, скажем так себе, в квартире. Открывали вот так окна, чтобы, ну, свежий воздух заходил, правильно? И натопили на 1400 лир. Больше мы так не топили. Пошиковали, а не месяц? Да, в общем, один день почувствовали себя в России. Почему? День месяца? Ой, да, один день, один месяц. Как будто не уезжали. Ага, это первый такой адаптационный месяц как раз был. И так же, как Денис говорит, здесь не хватает алкашей. То есть нет вот ночных этих оров, там, типа, сифон, борода или что-нибудь. Да, там на улице никто не валяется. Тут уже сколько, полгода здесь прожили, и ни одного пьяного так и не увидели. Да, очень, кстати, мало пьяных. Это прям вот необычно. Ты, конечно, когда живешь, уже к этому привыкаешь. Я бы сказала, не то, что мало, мы, по-моему, ни одного не видели, да? Может, какие-нибудь ходят под даты, ну, то есть они себя ведут нормально, и от них не разит на полу улицы. А еще здесь попрошайки у них, это не попрошайничают, а продают салфетки. Ну да, ну, мне кажется, это что-то связано с местными законами уже. Возможно. Вот если вы знаете, то говорите. Так что вот такого огромного списка нам прям не хватает, не хватает, не хватает. Но на самом деле это не настолько страшно. Все продукты как-то заменяются чем-то другим. Также много фруктов, овощей, мяса также, ну, много, в принципе. Сколько купил, столько и есть, да? О чем это я. Также мы потихоньку приобщаемся к местной кухне, пока еще что-то, все никак не вольемся туда. И всегда, конечно же, есть выход звать к себе друзей со всякими вкусняшками. С мамиными котлетами, да? Да. Ну, не обязательно, но с какими-нибудь вкусняшками, вот, чтобы привозили. Кстати, я еще вспомнила, что здесь нету такого выбора всяких химических чаев. Вот я в России очень любила виноградный. Здесь тоже есть всякие вкусы, но мне кажется, в России их побольше. Вот. Я скучаю по Гринфилду виноградному. Зато здесь свои разводные чаи есть. Да, здесь есть свои разводные чаи, но это... Это душистая. Да. Выход есть, друзья с чемоданами. Русские магазины, пожалуйста, закупайтесь. С голоду не помрете. Да, с голоду не помрете. Пельмени тоже есть, правда, такие маленькие, но большие тоже, опять же, русский магазин. Можно в метро, скорее всего, там будет посмотреть. Вот такие, так что мы страдальцы, но и в то же время не страдальцы, да? Выделываемся больше. Поверяны. Да, также тут, ну, конечно, много чем можно заменить все это, как уже говорила. Голодными тут не останетесь явно. В конце концов, кусок мяса на сковородку и едим. Пишите, с чем вы не смогли бы смириться из этого списка с отсутствием. Мы, в принципе, конечно, так вот. Вот, терпим, терпим и ждем друзей. Ладно, страдальцы. Также пишите, без чего вы не можете жить. Будет интересно, на чем люди живут, на чем основываются. Собственно, на этом все. Оставляйте обязательно ваши комментарии. Подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы нас не потерять, чтобы мы у вас всплывали вовремя, как только выпускаем видео. Собственно, лайки-лайки-лайки-лайки-лайки-лайки-лайки-лайки-лайки. И пока-пока! До скорых встреч! В голодной Анталии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok